Здравствуйте, мальчики и девочки, дамы и господа, дорогие друзья, с вами Лена, канал Ленуся Мур. Мы с вами вышиваем Миневра, 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 короче, вот это все, кошачий сэмплер, я его считаю номером 3, их и всего-то 3. Мы вышиваем третий, который первый у нас уже вышит, второй еще не вышит, а третий вот сейчас вышивается, потому что мне так удобнее. И заодно мы поговорим, поговорим вообще о примитивах, о их плюсах и минусах, о сильных слабых сторонах, вообще что это за такое, и с чем его едят, кто хочет. Примитивы, опять же, уточню, под примитивами понимают очень широкое поприще, просто необъятное, в которое входят вещи совершенно разноплановые, и даже вообще, ну то есть очень-очень-очень разношерстная компания, так скажем. Я для себя имею собственное представление о том, что такое примитив. Я вам не раз говорила, что, по-моему, примитивный, как переводится оно слово, дикий, дикий первобытный, и вот все, что именно к этому подходит, к варианту толкования. Вот это я и считаю истинным примитивом. А все остальное, ну это что-то, кое-что другое, кое-что другое, сейчас попробуем разобраться. Но здесь на ютубе принято примитивом называть все. Семплеры, квакеры, лонгдоги и еще кучу вещей, в том числе и авторские схемы, и все-все-все на свете. Так что нормальному человеку даже и не понять, что есть на самом деле примитив. Примитивы могут быть от самых простых, но не в смысле простых, в смысле просто сделанных, а в смысле таких чердачных, да, слово чердачные хорошо подходит, до самых изысканных, изысканных, настолько рафинированных, настолько, что они уже превращаются в некий такой драгоценную вещь, которая, как вам сказать, она драгоценная, да, но по своим материалам, по исполнению, по, ну, как это, для музея, короче, для музея. Многие такие вещи понимают именно примитивами, но хотя какой уж там примитив, когда, ну, слово примитив, подразумевает, что все это делается просто, на мой взгляд, из простых доступных материалов и не заморачиваясь особо. А если взять вот эти изысканные сэмплеры, ну, которые там драгоценными шелками вышиваются на драгоценных тканях, ну, тут уж как бы, чего тут вообще примитивного? Это очень изящное аристократическое искусство, далекое. Примитив это, по большому счету, деревня, сарай, чердак. Вот взял и на коленке вышел там дедушка из деревяшки, топориком что-то выстругал, вот вам примитив. А Микеланджело, который из драгоценного марамора делает Давида, или кого он там делал, это уже совсем не примитив. Вот примерно в таких категориях я разделяю. Ну, ладно. Но тут на Ютубе принято это считать примитивами. Ладно, поговорим. Я посмотрела видео людей, которых обычно я не смотрю именно в силу того, что чрезмерная изысканность и рафинированность, и элитарность, и она как бы меня, ну, немножко до того. И это не особенно люблю. Аристократизм этот весь такой. Причем, ну, ладно, оставим этих людей в покое, они там делают, что хотят. Давайте поговорим о плюсах и минусах. Да, вот что интересно. Интересно было где-то сделано сравнение. Во многом я согласна как бы с этим. Сравнение примитива с многоцветной вышивкой. Сравнение в таком плане было проведено, что, например, то есть по пунктам. Сейчас я попробую бумажку свою поднять повыше. Так, вот она. Ну, чем как бы плоха многоцветка по этой версии? Что ты ее вышиваешь очень долго и не видишь, что ты вышиваешь, пока вот этот пресловутый последний крестик не поставишь. И тогда, как сказано было, ты должен отойти на 3 метра. И тогда только ты увидишь, что же ты на самом деле там навышивал. А примитив в противоположность, ну, сэмплер. Давайте пока не будем это называть примитивами. Скажем, сэмплер. А сэмплер ты берешь и вот сделал буквально несколько стежков и готов элемент. И ты уже видишь как бы результат. То есть результат очевиден сразу. Дальше. Многоцветка, крестик, то есть вышивка крестиком многоцветки, она подразумевает, что могут быть сымитированы различные самые художественные средства. Это и может быть под живопись маслом сделано, и под живопись акварелью, и под графику, и под чего угодно, хоть подо что, и под фотографию, подо все, может быть сделано крестиком, как многоцветка, да? Все мы это знаем, такие варианты у всех на глазах, на ютубе постоянно мелькают. А вышивка сэмплера, она подразумевает, что это чисто вышивка. Она ничего не имитирует, ничего не изображает. Она вышивка, как она есть в чистейшем виде. И в сэмплерах работает ткань, работают нитки. То есть ткань и нитки являются полноценными участниками художественного эффекта. А в многоцветке ткань это просто основа, в принципе она может быть любой, какой ее все равно не видно. И нитки это всего лишь способ, да, способ изображения. Они не сами по себе хороши, а просто как, насколько точно они там отражают нужный цвет. Ну как краски, краски, холст и краски у художника. Это близкое сравнение. Художник берет холст, он его закрашивает определенным образом, подбирая там нужные цвета, пользуется определенными мазками, большими-маленькими, заглаживает или фактурно это делает, или еще как-то. Но результат само художественное произведение оценивается именно как художественное произведение. Никто не станет восхищаться там, скажем, тонкостью холста или его там дороговизной ткани, которая натянута. Или какими-то особыми красками. То есть вообще никого не волнует, как написана эта картина дорогущим Рембрандтом или этой самой гаммой, да, простой гаммой, знаете, краски такие есть. То есть важен результат. То есть художник может и самыми простыми и недорогими материалами сделать шикарное произведение. И в то же время он может очень дорогими изысканными материалами работать и сделать, в общем-то, говно на палочке. Ну, поэтому там сами материалы не имеют никакого значения, имеет значение умение художника с ними работать. А в примитивном сэмплере, ну, имеет, коробит это слово, примитивный сэмплер. Сэмплер вовсе не примитивный. Короче, в сэмплере именно сама ткань имеет ценность. Причем настолько важную, что от ткани, в общем-то, зависит и все остальное. И весь подбор ниток, и все, в общем-то, все последующие действия. И сами нитки имеют такой же. То есть их два совершенно равноценных компонента, без которых это все просто не состоится. И именно которые сами по себе имеют ценности и значения. Само по себе. Да. Понятно, да? Попыталась я вам сказать. Дальше чего? В многоцветке, что еще? В многоцветке надо как бы найти хорошую схему. Ну, то есть, если ты не имеешь опыта, то ты можешь налететь на прогон, прогонистый, на недобросовестного дизайнера, который все это просто так вот сделал и продал. Ну, то есть ты должен как бы либо пользоваться консультациями уже знающих людей, либо уже на собственных ошибках понабраться опыта, то есть чтобы начать многоцветку и не ошибиться, ну, ты должен как бы, ну, в общем, как повезет надо сказать. Вот я бы советовала начинать с химеры, притом с химеры, старой химеры, химеры до распада химеры, прежних времен, а потому что новые химеры, мне что-то, как бы кажется, уже они становятся такими же обыкновенными, похожие на наборы Овна. Да. Я ничего не имею против Овна, я просто говорю, наборы это вообще отдельная категория, которую здесь мы обсуждать и трогать не будем. Так, ну что ж там заорала-то, а? Короче, я к тому, что чтобы сделать хорошую многоцветку, ты должен найти хорошего дизайнера, который сделал хорошую схему, и только тогда. А примитив, в принципе, ты видишь просто даже по изображению, что там будет. И даже если ты не теми нитками там сделаешь, не той же тканью, но в целом результат ты уже видишь. Это проще как бы новичку, проще будет начать примитив, примитив, но опять же примитив в смысле примитив, чердачный примитив. А как раз вот эти разговоры о том, что ничего там сложного нету там, вы просто купите очень хорошие материалы на очень хороших сайтах-магазинах, вот, и очень хорошие нитки от такого-то, такого-то, которые сами их красят, и у вас тогда все пойдет на лад. Ну, как бы для новичка, мне кажется, это не есть хорошо. А вот взять простой, ну, я буду для примера ставить какие-нибудь картинки иллюстративно, взять, к примеру, простой вот какой-нибудь сюжетик, именно примитивный в чистом виде, и сделать может, в принципе, даже ребенок и имеющимися у себя средствами, никуда там не углубляясь в дебри изысканных материалов, и уже результат, в принципе, будет все равно хороший. То есть начать с примитива, мне кажется, проще, чем начать многоцветку. Ну, как бы, еще проще взять и начать набор, но мы, опять же, не трогаем сейчас наборы, потому что это, как вам сказать, чтобы не было обидно. Если в многоцветке ты все-таки делаешь произведение, если в примитиве ты делаешь произведение художественное, то набор, ну, это, по сути, это просто раскраска по номерам, но только нитками. Ну, как-то так. То есть, да. Да, они могут быть шикарные, там, богатые, сложные, обалденные и прочее, но все равно это остается раскраской по номерам. И заменять что-то в наборе вообще не рекомендуется, потому что тогда разрушается эта самая целостность картинки. Толком не подберешь. Могут, конечно, но это как-то сложно, замороченный смысл вообще подбирать набор. Набор тем же и хороший, что ты взял и вышел. Но это все-таки ты просто исполнитель. Исполнитель того, что придумал дизайнер, берешь и исполняешь. Ну, как-то так. Просто это в нитках. В нитках. А многоцветка, она более заставляет мозг думать, потому что ты продумываешь даже вот этот путь, как пойдет нитка, чтобы ты продумываешь. Ты видишь вот эти цветовые пятна, которые выглядят просто пятнами, а потом вдруг складываются в изображение. Это похоже на живопись. Похоже на живопись. А примитив, примитивчик, там есть как бы, да, там есть очень большой простор для творчества. То есть ты видишь схему, ты смотришь варианты, как люди уже делали это, например, да, но ты вовсе не обязан точно так это повторить. Мне кажется, это даже, ну, не совсем как бы, это теряется смысл у самого этого примитива, когда ты начинаешь точно по схеме, по ключу точнее, вот указанным материалом, указанными нитками. Ты как бы вот эту дорогущую вещь превращаешь в такой же набор, как овен какой-нибудь, просто-напросто. Но ты можешь взять самый простой сюжетик, любой самый простой сюжетик, но сделав его своими нитками какие-то из тебя, ты мог выбрать у себя какую-то другую тканью, ты опять же думаешь, ты думаешь, ты подбираешь, прикладываешь, смотришь, вот этот подойдет, вот этот подойдет еще лучше. Ну, к этому вот этот не подойдет, а то вот этот подойдет. А может быть поменять ткань, тогда вообще все поменяется. Понимаете, это творческий процесс. Вот это что ценно-то я хочу сказать, что любое хобби, на мой взгляд, ценно тогда, когда в нем есть творческий процесс. Творческий процесс. Когда нужно думать головой, а не просто... Почему вот мне не понравилась, например, алмазная мозаика? Ну да, здорово, конечно, интересно, ты чешешь эти алмазики туда, но от тебя вообще ничего не зависит. От тебя зависит только приклеить ровно эти алмазики, и все. А это, в принципе, и дети могут делать, и обезьяну можно обучить, и все. Поэтому никакого творчества там нет, вот о чем говорю. То же самое, когда ты вышиваешь строго по набору, по схеме, а набору и нет смысла иначе вышивать, только строго по схеме, иначе зачем он вообще. Опять же, там нет художественного творчества. Да, ты выполняешь эту работу, задуманную другими, да, ты получаешь этот результат, но творчества в этом нет. Это просто исполнительство, надо сказать. Так что зачем обольщаться и врать себе, это просто исполнительство. Про многоцветки это пока сложно говорить, что это такое. Исполнительство это чистое или все-таки. Ну, какие-то элементы творчества в этом все равно есть. Хотя бы то, что ты из каких-то пятен, ну, это похоже, да, это похоже на живопись. Хотя у тебя как бы цвета предопределены, так сказать, краски на палитре разложены. Твоя задача, опять же, их разместить в нужных местах. Но там, понимаете, какое дело? Если ты вышиваешь многоцвет, ну, ладно, если ты вышиваешь набор и пошел, например, немножко крестик не туда у тебя съехал и зацепилась за этим, ошибки пошла, все сбегается, это критично вредит, да? Если ты в многоцветке не совсем на то место поставил крестик или заменил его другим, ну, ты пошелся, прошелся по нему там потом. Это как бы, опять же, это, опять же, творчество. Даже наши вот ошибки, они заставляют наш мозг думать, соображать, а как теперь выкрутиться, а как вот это привести в годный вид, а не оставить ли так это будет, может быть, индивидуально, даже, может быть, лучше. Ну, да, то есть тут есть, опять работает голова. Голова. Голова должна работать. Не просто глаза должны работать и выискивать там на бумажной схеме значки. Не руки должны работать и делать идеальные крестики. А именно голова. Для меня в любом творчестве важна работа головы. Работа именно головы. Так, так что мы хотели сказать-то? Обсудили наборы. Обсудили плюсы и минусы. Ладно, минусы еще не обсудили. Давайте обсудим минусы. Теперь уже пойдем строго, не будем ничего ни с кем сравнивать, пойдем строго по сэмплерам. Пока буду говорить про сэмплеры. Для примера что-нибудь покажу. Да, вы их уже видали, эти сэмплеры везде. Вон, посмотрите, какой-нибудь канал про сэмплеры. Вот та же Юлия Шнитко, она мастер высший пилотаж по сэмплерам. Она вам и покажет, и расскажет. Да. И гораздо лучше, чем кто бы другой. По-моему, лучше ее, об этом никто и не скажет. Да. Рекомендую. Кто интересуется именно вот этим историческими сэмплерами. Тоже такая узкая часть, какая-то реконструкция, да. Ищут реконструкции старых сэмплеров, и их пытаются сделать, выполнить. Есть такая особо изысканная область этого дела. Поговорим дальше вот о чем. Да, вот какой момент я заметила, просмотрев два десятка или три этих видео про сэмплеры. Про то, что... Ну, понятно, что очень дорого стоят материалы. Это мы знаем. Но еще фишечка в том, что если даже вы купили точнехонько там по ключу, купили ткань, купили нитки, и купили... Все, все купили. Но когда я ни один раз видела ни у одного человека, это, видимо, как бы это странно не было, но когда этот материал они приносят к себе домой, получившим, и прикладывают его к ткани, они обнаруживают, что им не нравится, как это будет выглядеть, что... Или это нитки то ли не совсем такие, как ожидалось, или вообще результат вживую не совсем такой, как на превью. Короче, частенько случается, что несмотря на все вот эти дорогие закупленные материалы, им приходится на ходу заново собирать себе, подбирать, ну, просто-напросто подбирать заново. А что тогда вот купили, это все дорогое-то? Ну, как бы смысл-то какой? Или заменять ткань, или... Очень долго видела я целое видео по 30-40 минут. Они посвящены только замене ниток, вот этих самых, которые пришли, на другие какие-то цвета. Это очень долго сравнивается под разными освещениями, так и всяк. Оценивается очень... Какие-то критерии жесточайшие, чему это должно соответствовать. То есть, это настолько заморочено, друзья, я понимаю, что кому-то нравятся такие вещи, так вот заморачиваться, ну, и хорошо. Но мне, например, нет. Пестрово, строкостяно, мудрено, это... Это не то, что я люблю. Нет. Вот, видите, мне вот нравится... Я люблю пока ковыряться, мне вот нравится вполне пришивать крестиком вот эти бисеринки. Многие не любят, я знаю. А мне нравится. Нравится, как получается, что он становится вот так вот ровненько, не на косе, что он заполняет пространство, вот это. Класс. Что тут у нас осталось еще? Ниточка. Ну, я не знаю, мне придется передвигаться, буду потом это делать. Сейчас тут закрепимся. так вот, о чем мы? Ну да, слишком заморочено. Так. Ну, это от чего происходит? Там настолько важен сам конечный результат вот в этой элитном, элитных сэмплерах, что мне кажется, что он важнее всего даже подборы, распарывания, где неудачно показалось, перешивки, вот эти все. Тут сложно как бы говорить об удовольствии такое, как мы получаем на многоцветках. Вот на многоцветках мы реально получаем удовольствие просто неважно, кто-то более ровный делает крестики, кто-то вообще не парится по поводу крестиков, кто-то там заморачивается как-то, чтобы протяжки были не слишком длинные, кто-то и не заморачивается. Но вот самое чистое удовольствие, я считаю, по своему опыту, наборы не дают такого. Не знаю, почему. У меня есть несколько наборов, но нет вот там такого эффекта. именно такого безумного, невероятного, восхитительного, феерического удовольствия, которое ты получаешь от изготовления крестиков именно на многоцветке. Я думаю, что в этих элитных сэмплерах там слишком большая ответственность получается, которая мешает получать это самое чистейшее удовольствие. Там эстетизм, доходящий буквально до мании, там изысканность, переходящая в элитарность и частенько проскакивает именно превозношение, как бы. Оно, конечно, пытается быть неявным, но оно прослеживается, в общем-то. Прослеживается, да. Прослеживается. Дальше, что еще? Тут вот как раз был сказан был такой эпизод в одном из видео, что девушка, хозяйка канала, она занимается как раз этими вещами, она пошла на Этси, они же все покупают, знаете, на Этси, которые санкционные, это самое, ну, каким-то образом выкручивается там через знакомых, через еще как-то. Так вот, она говорит, что на Этси выставили целый, ну, сет это называется, да, ну, короче, кто-то продал все хозяйство там своей бабушке или тетушке или кого-то, то есть все начатые так или иначе вышивки, ну, видимо, которые не начатые их отдельно продали, а которые начатые их продали вот так, как бы, ну, вот, как начатые, работы. И эта девушка, она как раз и купила эти работы, и в нее это все навело ее на мысли, вот, что мы вот так вот покупаем для нашего хобби, стараемся, вот, запасаем, а потом оно вот так вот никому будет и не надо, никому будет не надо, и это просто вот так же продадут, в лучшем случае, а в худшем просто выбросят, выбросят, да, печальная история, крайне, крайне печальная история, чуть бы светлее, чем эти, и темнее, чем эти, лапки, ладно, придется выкручиваться, как есть, так, ну, сначала тут, я считаю, бык, ну, что не помешает, на этом котике, так, 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 да, а, а, да, так вот, смысл-то, в чем сейчас этого следующего пассажа, запасаются материалы, да, ну, все мы запасаем материалы, и все мы знаем об этом, кто-то запасает 500 наборов, кто-то запасает тысячу метров какой-нибудь ткани, равномерки, или страмина, или аиды, или кто что, кто что хочет, кто-то запасает мешками нитки, понятно, ну, мы все понимаем, что рано или поздно это все, да, того, ну, так вот, ладно, одно дело, когда вы запасали СХС, аиду, или там, туркомерку, и, а потом, другое дело, когда вы запасали дорогущие льны, дорогущие нитки, ну, как бы, есть немножко разница, наверное, да, по жалости, насколько это жалко, и, опять же, само произведение, само произведение, допустим, вы умерли, прямо скажем, оставили после себя вот эти чердачные подушечки, лягушечки, покладушечки какие-то, оставили, ну, и ладно, родственники там разберут, как память о вас, ну, даже если и это все куда-то денется, а с другой стороны, представьте, что ваши шикарные элитные сэмплеры, ну, как-то, опять же, надо родственникам заморачиваться, куда-то это девать, продавать, потому что им наверняка не понадобится это в таком количестве на стенах, как вам нужно, попробуем вот эту, то есть вот этот момент, что просто жалко, так, сейчас еще посмотрим, что, куда девать, жалко, да, а, еще что, надо оформлять обязательно, понимаете, когда вы там сшили тряпочку, на ней какую-нибудь там ворону положили себе там ваш хомут, жона лежит там, ладно, достали, посмотрели, опять убрали, а вот такой элитный сэмплер, ну, как бы, ну, как его можно оставить в рулоне, это, это же вообще, да, его нельзя оставить в рулоне, так, что тут сделать, может быть, прямо вот так пустить и обвести этого котика, или, лень мне, лень мне по каждой клеточке делать, пробуем прямо, если что, уберем, вот так вот, да, что, да, надо оформлять, то есть элитные сэмплеры, обязательно требуют оформления, ну, просто вот этот дорогущий лен, дорогущие нитки, они требуют не просто оформления, а соответствующего оформления, то есть это будет, опять же, дорогое оформление, но оформлять их необходимо, потому что оставлять их валяться, лежать в комоде, тоже не особенно-то хорошо, это вам не чердачная, там, какая-нибудь курица, да, поэтому мне, например, ближе однозначно именно чердачный стиль, если вы знаете, и шитые вещички в чердачном стиле, есть такое, да, большое направление, примитив в чердачном стиле, и в том числе, и в вышивке, если уж говорить о примитивах, то мне ближе именно чердачный стиль, это проще, это дешевле обходится, значительно дешевле обходится, ну, и как бы оно не столь требовательно к хранению, оформлению, и всяким там, таким подобным вещам, да, и не жалко, если что, случится с ними, опять же, проблема, куда вешать, столкнулась, что, заметила на видео, опять же, люди, которые вышивают элитные сэмплеры, и они их оформляют, и они их вешают, и сталкиваются с тем, что вешать уже становится некуда, и возникает вопрос, а что делать-то, то есть, хочется покупать новые, делать, а уже стен нету, и что сделать с теми, что есть, то ли их продавать, то ли как с ними быть, в общем, тоже серьезная проблема, а если ты вышел какой-нибудь котика примитивного, дико примитивного, то, ну и ладно, у тебя нет никакой проблемы, ты можешь взять еще одного котика, еще 10 котиков, вышить, и их также убрать в свой комод, дальше, а, да, еще один момент, те, кто занимается элитными сэмплерами, они должны хорошо произносить элитные названия, да, по-английски, произносить их так, чтобы не позориться, да, да, чтобы не позориться, произносить, ну да, ну тоже как бы мне не хочется, например, даже пытаться что-то в таком роде как-то себя утруждать. Дальше что? Ну, и как бы все равно, это, знаете, как в спорте, вот вы прыгнули высоко, но спустя какое-то время кто-то прыгает выше или бежит быстрее, так же и тут, вот вы нашли суперэлитный сэмплер, суперисторически реконструированный, вы его сделали суперизысканными нитками, супердорогими материалами, сделали, ну, просто высший пилотаж, ваша там профессионализм, все, но вдруг, ну все равно кто-то сделает лучше, найдет более раритетное, выполнит изыскание, раздобудет более аутентичные материалы, ну, тут как бы такое, и хорошо, если вы на этом не заморачиваетесь, но ведь может быть, что вас это и начнет задевать, тем более, если вы вращаетесь в этих кругах, вы знаете, кто что делает, как правило, это клуб, который ну да, то есть это клуб, и вы в нем как бы пытаетесь состоять, но вы видите, что кто-то все время вас обходит по элитности и изысканности, ну да, тут можно и того, расстроиться сильно. Ну, а очердачные вещи, простые, примитивы, простые, не в смысле простые, а именно такие дикие примитивы, первобытный стиль, они вообще не претендуют ни на что, вообще абсолютно безразлично, вот вы сделали, и она вещь неповторимая, она неповторимая, никто уже такого не сделает, кто-то сделает такой же, но он не сделает точно такой же, у него будет свое, тут нет как бы вот этого соревнования, что ли, вот это мне тоже нравится, то есть гораздо менее требовательны они, и дальше что, дальше семейный бюджет, сравните, или ты порылся в своих узелках, там что-то нашел и слепил, или вот этих же самых котов можно было купить за какие-то большие деньги, посмотрела я на сайте, даже их можно было купить за большие деньги и сделать, как положено, типа, а что уж говорить про элитные сэмплеры с их стоимостью материалов, вы понимаете, какие это деньги и насколько страдает, страдает семейный бюджет, ну да, хорошо, если вы очень богатая женщина, у вас очень богатый муж, и вы можете себе позволить такие вещи, ну и ладно, а для средней семьи это просто будет убийственно для семейного бюджета, поэтому не надо как бы за этим гнаться, да, такие вот жертвы приносить, мне кажется, ну это мое мнение, опять такие, им хоа, я бы нет, мне бы совесть не позволила, да, я не стала бы так делать, дальше еще поговорим, вот начинающие говорят, да, это здорово, сэмплеры, старинные сэмплеры, их вышивка, это здорово, говорят они, но купите самые лучшие материалы и попробуйте именно самыми лучшими материалами, тогда вы получите вот это самое эстетическое наслаждение от результата, от результата, и убедитесь, что это вообще здорово и классно, мне кажется, для новичков это не особенно мотивирующее, другое дело взять чердачную подушечку какую-нибудь и сделать ее и поистине получить удовольствие и не надо как бы, ну для начинающих проще взять дикий примитив, дикий примитив, чем вот это вот все, я вижу многих девушек, которые начинают как бы работать с элитными сэмплерами, они ну мне кажется нет, все-таки не надо, если вас уже понесет потом в эту сферу, ну это уже ваше дело, а так вообще новичков подбивать на то, чтобы они покупали дорогущие вещи, мне кажется, не стоит, усы забыла, ну ладно, да, придется вернуться, придется вернуться, сделать усы. Так, что еще про начинающих короче сказали, потому что, понимаете, чтобы вот в этом всем участвовать полноценно, это надо знать места, скажем, где покупаются вот эти фирменные материалы, добывать это как-то все, уж не говоря о времени, которое вы затратите на это и на деньги, которые вы затратите. я вот добыла материалы для этого, потратив, ну, полчаса на подбор ниток и кусочки ткани взяла, его постирала, погладила. Все, 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 подготовка. Дальше, ну, как, чем хорошо вот это все чердачное, ты порылся на чердаке, нашел какой-то кусочек, чего-то там, того-то, приложила это к этому, и все, у тебя да, набрал, короче, муки на колобок. Все. Усы, нам надо сделать усы. Набрал муки на колобок. По сусекам поскреби, по амбару помети, и наберется муки на колобок. Вот так вот. Мне такой принцип ближе, он мне больше нравится. Почему еще? Потому что вот у тебя загорелась как бы идея, и ты вот пошел там и очень быстро как бы все это собрал, и уже делаешь. А если тебе нужно для чего-то раздобыть элитные материалы, ты пока их там найдешь, пока их закажешь, пока они придут, да еще, как выясняется, может прийти, а тебе оно не понравится. И ты будешь еще подбирать. Ну, это все так долго. Мне кажется, любой пыл перегорит. Любой пыл перегорит. А прелесть-то как раз этого хобби в том, чтобы загорелся и начал. Вот мне кажется так. Мне кажется так. Загорелся, начал. Да, ну и еще последнее, что хочу сказать по этому поводу. Совсем не для любого интерьера. Этот изысканный сэмплер совсем не для любого интерьера. Это нужно интерьер тогда, чтобы соответствовал. Понимаете? ты не повесишь эту вещь в советскую квартирку, в хручобу. Правильно? Или в простой там дом простой. Это значит, что у вас должно быть соответствующее жилье, которое будет достойно обрамлять в это самое изысканное изысканную вещь. Изысканную. Изысканную, элитарную, рафинированную, аристократическую, не попоюсь этого слова, вещь. К ней нужна достойная оправа. Ну, вот так вот. Такие мои соображения. Короче, по этому поводу я полностью убедилась, что я для себя на верном пути, что мне нравится именно то, что нравится. Подвела под это, так сказать, теоретическую базу. Ну, собственно, и все на этом. Видосик заканчиваем. Хотя, подождите, может и не заканчиваем. Короче, я делаю вот этих котов. вот сейчас сдвину пяльца и буду делать эту половину, потом эту половину. Как видите, я немножко изменила картинку. Обои сделала, закончила раньше, а надпись сделала не по обоям, а сам по себе. И плюс она будет более бледненькая, чтобы уж как-то не мешала. Не мешала, да? Там она сделана слишком агрессивно, слишком активно. Мне кажется, немножко перевешивает. И немножко, а вообще загромождает. А вот так вот бледненько на заднем плане считаю, что нормально. так, сейчас мы еще сделаем усики этому коту. А у нас еще вот эта штука. Да, что по белке, белку, которую я знаете, в прошлом видео рассказывала про белку, которую хотел раздобыть и спрашивал о вас, не знаете ли вы, где можно найти схему на эту белку. Ну, друзья, нашелся ангельский человек Елена. Привет, Елена. Огромное спасибо. Она мне прислала схему, ну, не электронную, а в бумажном виде, ну, бумажное изображение, да, на этого, на этот сюжет. Да. Так что, дело за малым, я уже нашла материал, не элитный материал, а простое полотенце старинное, которое, ну, полотенечное, да, знаете, ткань, которой бабушки еще ткали. у меня оно уже есть, постирано, покрашено. Осталось только подумать, как с нитками какие взять, и все, я могу начинать. Здорово, я вообще, я даже не ожидала, не ожидала, что получится. Вот видите, YouTube, какая вещь, то есть, вот стоило эту, послать эту мольбу, этот зов, и уже откликнулся человек, который смог помочь. Надеюсь, что Елена не потратила слишком много времени на розыске этого, этой схемы, потому что мне бы, например, и в голову не пришло, ну, я тоже рылась, я ее искала, но то, что ее можно, например, ну, да, ну, короче, у Лены какие-то свои нашлись выходы, она раздобыла мне эту схему, и я чрезвычайно признательна, я просто в полном восхищении. Спасибо огромное, я обязательно его вышью, и это настолько неожиданно, ну, уже, как бы, сказалось, назвался груздем, полезая в кузов, да, то есть откладывать это уже при таких обстоятельствах вообще смысла нет, но это было бы даже неблагодарно, так что, Елена, я непременно начну в ближайшее время, ваши усилия всегда буду отмечать, как, можно сказать, вы, крестная мать, будете этого сюжета, когда он будет выполнен, на этом я буду заканчивать свое видео, тут как-то так интересно сделано, ну, все, друзья, буду заканчивать, сейчас вот тут узелок и все прочее, заканчивать буду, до свидания, встретимся еще, наверное, когда эти коты будут готовы, или, да, когда эти коты будут готовы, когда я начну третьего кота, когда я начну белку, обязательно вам покажу все, 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 хорошо,